Здравствуйте, это Голос Америки. Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. Сегодня 901-й день войны, понедельник, 12 августа. В СУ в Курской области под контролем Украины уже три десятка населенных пунктов. Командование 6-й дивизии российской армии отдавало приказы об убийствах и пытках российских военных, выяснили журналисты. В Россию в обход санкций поступают миллиарды долларов и евро наличными, расследование Рейтер. Руководители узбекского землячества в России Усмана Боратова посадили на четыре года колонии за шутку о российской армии. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. По данным украинских властей, 11 человек ранены и один погибший в результате российского обстрела Херсонской области. Под огнем оказались 17 населенных пунктов. Российский беспилотник также атаковал автомобиль в Белозерской громаде. В результате атаки пострадали два человека. Они получили осколочные ранения и взрывные травмы и были доставлены в больницу. По меньшей мере, два человека погибли и один получил ранения в результате российского обстрела города Украинск в Донецкой области. Как сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин, российская армия повредила две пятиэтажки. Он призвал местных жителей эвакуироваться, поскольку от Украинска до фронта менее 10 километров. Филашкин подчеркнул, что город находится в зоне поражения различного российского оружия. Кроме того, российские войска продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. По данным ВСО за последние сутки зафиксировано 49 обстрелов из различных видов вооружений и 172 взрыва. В городе Сумы, на который предположительно сбрасывали авиабомбы, пострадали два человека. Также там повреждены два здания и объект критической инфраструктуры. Кроме того, один человек пострадал в селе Александровка в Харьковской области. В ночь на воскресенье Россия ударила по окрестностям Киева. Погибли четырехлетний мальчик и его 35-летний отец. Еще три человека, включая подростка, получили ранения. Удар, как сказал президент Украины Владимир Зеленский, был нанесен ракетой северокорейского производства. На кадрах, опубликованных Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, было показано, как рабочие в темноте разгребают завалы и достают ребенка. Сообщается о погибших и раненых и в Курской области России. По данным российских властей, после начала наступления Украины на Курскую область погибло 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 9 детей. Подробнее о ситуации в Курской области расскажет мой коллега Алекс Григорьев. Главная новость с начала недели – это продолжение продвижения ВСУ в Курской области. Власти России официально подтвердили сегодня, что украинская армия контролирует 28 населенных пунктов в Курской области. Такие данные привел временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов на совещании с Владимиром Путиным, президентом России. Смирнов также подчеркнул, что на Курскую область запущено около двух сотен ракет и беспилотников, а на захваченной ВСУ территории находится порядка двух тысяч человек, о судьбе которых власти ничего не знают. По данным украинского проекта Deep State, ВСУ контролирует 44 населенных пункта. Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что Украина контролирует около тысячи квадратных километров территории Курской области. Подчеркнул, что в условиях войны мы не можем независимо верифицировать заявление ни одной из воевающих сторон. Как обратили внимание наши коллеги с настоящего времени, когда губернатор Курской области попытался доложить Путину о масштабах продвижения ВСУ, тот перебил его на фразе о том, что Украина продвинулась на 10 километров вглубь России, а фронт растянулся на 40 километров. Давайте послушаем запись с официального сайта президента России Kremlin.ru. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите. Это был фрагмент беседы Путина с в Рио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Ранее Путин объявил о выделении 10 тысяч рублей, это около 100 долларов США, людям, которые были вынуждены эвакуироваться из-за наступления ВСУ. По оценкам губернатора Курской области, 180 тысяч человек в регионе подлежат эвакуации. Выехали и эвакуировано 121 тысяча человек. Вот что говорят жители, оказавшиеся в зоне боевых действий. Знаете, как бы страшно, когда у тебя летают на голове, все время вертолеты, и все. Была возможность уехать, но не ехали. Пока мы сюда ехали, наверное, раз в шесть мне смс пришла, что гибная позиция. Очень много молодежи, которые в это несут чушь, полностью чушь. А военные все контролируют. Все контролируют. Все, вот сейчас сегодня ехала, везде военные, все контролируют. А я первый день в погреб побежала, потом у меня температура поднялась, я не могла. Потом у себя в комнате, думаю, уже будь что будет. Легла калачиком, оно и бах, и бах, и бах. Вы слушали комментарии жителей Курской области России. Владимир Путин, комментируя потерю России контроля над километрами собственной территории, заявил, что Украина, цитата, стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Конец цитат. И еще одна цитата. Ну, а каких переговоров вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются задать угрозы для объектов ядерной энергетики. Конец второй цитаты. Интересно, что заявление Путина практически зеркально отражает позицию украинских властей касательно агрессии России, которые в Киеве высказывались с самого начала войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заслужила справедливый ответ на беспрестанные атаки на Сумскую область Украины. Давайте послушаем, что еще сказал Зеленский. Вполне справедливо уничтожать российских террористов там, где они есть, там, откуда они наносят свои удары. Российские военные аэродромы, российскую логистику. Мы видим, какую пользу для приближения мира это может принести. Россию нужно принуждать к миру, если уж Путин так хочет, и дальше воевать. Мы видим, как Россия во времена Путина на самом деле движется. 24 года назад была катастрофа Курска, символическое начало его правления. А сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира. И мы обязательно мир обеспечиваем. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, Россия и Украина обвиняют друг друга в пожаре на Запорожской АЭС. С 2022 года атомная станция оккупирована Россией. Зеленский заявил, что пожар там устроили российские военные. В то же время глава оккупационных властей Запорожья Евгений Балицкий заявил, что причиной пожара стал обстрел с украинской стороны. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭЧ и наблюдатели присутствуют на территории АЭС рассказали о густом дыме, исходящем из северо-западной части станции и нескольких взрывах. По оценкам сторон, на данный момент нет угрозы утечки радиации. Ранние власти Украины также сообщали об эвакуации части жителей Сумской области, территория которой ежедневно подвергается атакам со стороны России. Вот что сказал украинский фермер Юрий Малеван, хозяйство которого пострадало от российского удара. Мы вошли в дом, она начала готовить, а тут интернета нет, света нет. Я новости быстро накачал в Телеграм. Думаю, с новостями ознакомлюсь хоть чуть-чуть. Даже ознакомиться не дали. Бахнуло тут, повыносило все. Я отремонтировал это всего месяц назад. Это был украинский фермер Юрий Малеван, хозяйство которого пострадало от российского удара. Одним из первых объектов, о захвате которого сообщили украинские войны в ходе наступления на Курскую область, была газоизмерительная станция Суджа. Верифицировать это оказалось возможным в том числе и по спутниковым снимкам. Сегодня Радио Свобода опубликовало фотографии, которые показывают разрушение на газоизмерительной станции. Анализ фотографий свидетельствует, что часть повреждений появилась между 9 и 10 августа, а часть между 10 и 11 августа. Практически полностью разрушено одно из административных строений, а также повреждена одна из площадок, на которой установлено измерительное оборудование. При этом российская компания «Газпром» утверждает, что продолжает прокачку газа в Европу в обычном режиме в объеме, превышающем 39 миллионов кубометров в сутки. В среднем в августе транзит через Украину составлял более 42 миллионов кубометров газа в сутки. В телеграм-каналах появляются различные видео украинских военных, записанные в захваченных районах Курской области. Так один из бойцов ВСУ записал видео из российского супермаркета «Пятерочка». Сегодня СМИ установили геолокацию колонны украинской военной техники, кадры которой были опубликованы российской стороной. Судя по анализу снимков, украинская техника проезжала через село Гири Беловского района Курской области. Это примерно в 30 километров к юго-востоку от Суджи, в направлении которого украинские войска двигались ранее. Российская Миноборона подтвердила, что ВСУ также наступает в Беловском районе Курской области, после чего местные власти призвали оставшихся там жителей к эвакуации. Аналогичный призыв прозвучал и от властей Краснояржского района Белгородской области. Там, цитата, была замечена активность ВСУ. Отмечу, что Краснояржский район расположен недалеко от Суджанского района Курской области. Еще одна интересная деталь по этому наступлению. Российские западные аналитики говорят о том, что оно свидетельствует о неспособности Кремля оперативно реагировать на ситуацию. Вот что на эту тему сказал Пол Гоббл, бывший советник гостя хитаря США. Самое важное здесь то, что украинцы рискнули пойти на это. Но следующее по важности реакция. Ожидалось, что если кто-то пересечет российскую границу, российское правительство сделает все возможное, чтобы изгнать захватчиков. И это вызовет огромный патриотизм и энтузиазм. Но этого не произошло. Вместо этого мы наблюдаем обсуждение конфликтов между ФСБ и армией. Появились сообщения о том, что Путин в ярости, но он не объявил войну и не принял решение так повысить ставки. Вместо этого мы видим попытку замолчать эту ситуацию в российских СМИ. Это довольно поразительно. Это дает основания думать, что украинцы продолжат продвигаться. Это может изменить исход войны. Потому что теперь мы говорим не о земле в обмен на мир, а об обмене территориями, чтобы вернуться к прежнему статус-кво в качестве основы для мира. Насколько далеко это зайдет, неизвестно. Но неспособность российского правительства и народа мобилизоваться, чтобы выгнать украинцев, является признанием не только отсутствия ресурсов в виде военного персонала, но и, что еще более важно, отсутствие того патриотизма, которым Путин так гордился и на который он рассчитывал. Одно дело – поддерживать или не поддерживать свою армию, когда она находится на территории чужой страны. Совсем другое дело – не реагировать, когда на твоей территории присутствует иностранная армия. Вот на что, по-моему, стоит обратить внимание. Почему не произошло всплеска русского гнева, русского патриотизма, русского национализма? Я думаю, это в итоге является следствием того, что правительство Путина стремится преуменьшить значение войны в Украине, чтобы не вызывать озлобление людей. Но это говорит нечто важное и о состоянии российского народа сейчас, чего никто не ожидал. Я думаю, что правительство, которое не может защитить границы своей страны, провалило самую фундаментальную задачу. Обычно, когда страна подвергается нападению, возникает всплеск патриотизма. То, что это не произошло сейчас, является свидетельством изменений деполитизации российского народа. Ощущение, что это просто какая-то небольшая проблема для них, и это очень-очень странно. Это был комментарий Пола Гобла, бывшего советника госсекретаря США. В заключении отмечу, что Минобороны России заявляют о переброске дополнительных сил для наращивания группировки войск Курской области. Как пишет BBC, это включает реактивную систему залпового огня, артиллерийские орудия, танки и автомобильную технику. По данным издания The Economist, цель минимум украинской армии при наступлении в Курской области, это оттягивание российских войск от главных участков фронта – Харькова и Донбасса. На данный момент Россия перебрасывает войска с Харьковского направления и частично с Донбасского, но происходит это медленнее, чем на это рассчитывала Украина. Это был мой коллега Алекс Григорьев с военной сводкой. В наших подкастах мы неоднократно рассказывали о пытках и убийствах, которые, согласно данным ООН, совершает российская армия в отношении украинских мирных жителей и военно-пленных. При этом пытки распространены и непосредственно в рядах российской армии по отношению к солдатам. Как выяснило издание «Суспильно», командир 6-й мотострелковой дивизии российской армии Марат Аспанов отдавал приказы задерживать, пытать и убивать своих подчиненных. Подробности в аналитической справке «Голоса Америки». Командир 6-й мотострелковой дивизии Западного военного округа российской армии полковник Марат Аспанов отдавал приказы задерживать и пытать подчиненных. По крайней мере, семерых военнослужащих убили с целью сокрытия факта пыток, говорится в материале «Суспильно» со ссылкой на постановление Следственного комитета России. Аспанов поручил своему заместителю, полковнику Станиславу Иванисову, организовать содержание военных, а другого заместителя, полковника Евгения Малышко, назначил ответственным за убийство военнослужащих. Задержание подчиненных за неподчинение приказам началось 11 мая 2023 года. В деле упоминаются 19 пострадавших, которые в разное время содержались в подвалах домов Луганской области. В помещениях, где их держали свои же сослуживцы, не было туалетов, спальных мест, их ограничивали в еде и воде и пытали. Семерых военных, которых Аспанов посчитал неподлежащих исправлению, убили, а их тела сожгли. По мнению следователей, на их убийство руководство дивизии решилось, чтобы скрыть незаконное удержание и пытки. В марте 2024 года против Аспанова и других было возбуждено уголовное дело по статьям о превышении служебных полномочий, незаконном лишении свободы и убийстве. Это была аналитическая справка «Голоса Америки» об убийствах и пытках в рядах российской армии. Перейдем к международным новостям. Несмотря на санкции США и Евросоюза, в Россию продолжают поступать миллиарды долларов и евро наличными, выяснило агентство Reuters. Подробности расследования наших коллег в аналитической справке «Голоса Америки», которую подготовил мой коллега Алекс Григорьев. 11 марта 2022 года, практически немедленно после начала открытого вторжения России в Украину, США запретили, цитирую, экспорт, реэкспорт, продажу или поставку прямые и косвенные из Соединенных Штатов или резидентам Соединенных Штатов вне зависимости от его нахождения долларовых банкнот правительства Российской Федерации и любому лицу, находящемуся в Российской Федерации. Исключением из этого запрета стали личные переводы и гуманитарные платежи. Аналогичные запреты установил и Европейский Союз. Эти меры были приняты для того, чтобы лишить российскую военную машину возможности продолжать агрессивную войну против Украины. Однако, как показало расследование агентства «Рейтер», Россия сумела обойти этот запрет. Как показывают таможенные данные, в военный период она получила примерно 2 миллиарда 300 миллионов долларов и евро наличными. При этом, по данным «Рейтер», незадолго до начала вторжения, с ноября 2021 года по февраль 2022, Россия ввезла долларов и евро почти на 19 миллиардов долларов, что более чем в тысячу раз больше, чем в предыдущие 4 месяца. Это демонстрирует, что Москва предполагала, что подобные санкции против нее будут введены. В военный период наличка ввозилась из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты и Турция, которые не ввели ограничений на экспорт валюты в Россию. Примерно четверть наличных, источники поставок, которых удалось установить «Рейтер», передавались российским агентам за поставки драгоценных металлов. В декабре 2023 года США пригрозило штрафами финансовым учреждениям, помогающим России обходить подобные санкции. После начала вторжения в Украину Россия сделала ставку на оплату экспорта рублями, а также перешла на расчеты в китайских юанях, индийских рупях и других менее распространенных азиатских валютах. Однако в последнее время и с ними возникли проблемы. Индия запретила экспорт наличных рупий в Россию, а китайские банки существенно ограничивают трансферы в юанях. Стоит напомнить, что Путин неоднократно называл рубль одной из самых сильных и стабильных мировых валют. Однако возможности расчета рублями на внешних рынках существенно ограничены. Это была аналитическая справка о том, как в Россию в обход санкций поступают наличные доллары и евро, которую подготовил мой коллега Алекс Григорьев. В заключении подкаста рубрика о репрессиях в России. Сегодня стало известно, что руководитель узбекского землячества Ватандош в России Усман Баратов приговорен к четырем годам колонии общего режима. Признали его виновным по уголовному делу о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства. Как передает настоящее время, поводом для уголовного дела стал пост Баратова в Одноклассниках. Он там опубликовал картинку куриц, одна из которых говорила «Фиг вам с маслом, а не яйца, верните петухов с фронта». Вот эта фраза про петухов с фронта не понравилась различным зет-блогерам и военкорам. Они обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, который получил возбудить уголовное дело. Ну, собственно, по данным Следственного комитета Баратов вину свою не признал. В феврале 2024 года его внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а сегодня стало известно о вынесенном приговоре. На этом на сегодня все. Я, как всегда, призываю вас подписаться на наш подкаст в Apple подкастах и порекомендовать его друзьям. Нас также можно слушать на сайте «Голоса Америки», в приложении «Эхо», на YouTube и в Телеграме. А я, Алексей Горбачев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, моего соведущего Алекса Григорьева и звукорежиссера Александра Зимуху. До встречи завтра!